Алексей, здравствуйте! Я же правильно вас называю. Вы Алексей. Вы у нас теперь драмер в группе «Адовый мужик» и как бы настало время взять у вас интервью. В общем, вопрос тебе будет такой. Сколько лет ты занимаешься барабанами и как ты понял, что это именно твой инструмент? Понял, конечно, в детстве, когда с родителями пришли смотреть фильм «Современник», а там на втором этаже играл ансамбль какой-то. И мы зашли не с той стороны, я зашел сзади. А «Современник» это что такое? Кинотеатр. На втором этаже перед фильмом играл ансамбль. Сзади зашел и просто очумел. Думаю, прикольно. Не знаю, мне, наверное, лет 6-8 было где-то вот так вот. То есть ты там увидел, как это все сзади происходит? Да, да, да. Все, у меня это прям как-то по сердцу толпануло, знаешь. Сидит чувак, там колотит, да? Что-то, да, такое вот. Но это потом забыл, где-то лет до 14, мне кажется. Кстати, я тоже первый раз увидел работу драмера в цирке. Я сидел там где-то на галерке и смотрел сверху, как барабанит барабанщик. Это было очень круто. Да, что-то с чем-то. Да. Что-то особенное вообще. Послушайте, Алексей, а когда вы придумываете барабанной партии, на какие группы вы ориентируетесь или, правильно сказать, на кого из знаменитых драмеров, скажем так? Это все накапливается в процессе. Одному подражаешь, второму, третьему, четвертому, пятому. Все. И потом что-то складывается само по себе. Конкретно кому сказать, не знаю. Не, ну какие-то есть определенные, да? Ну, конечно, там перся всегда от этого, от Майка Портнова, естественно. Все. Ну, так, в основном, знаешь, это, короче... Ну, вот группа Lamp of God, например, там очень-очень нравится барабанщик. Что первый, что сейчас текущий, какой-то второй или третий, не знаю. Ну, как-то так. Ну, а кто, по-твоему, лучший вообще драмер на российской тяжелой сцене? О! Это серьезный вопрос. Слушай, есть, наверное, все-таки это что-нибудь из кора, прям кор-кор какой-нибудь, такой кромешный. Наверное, так. Там просто такие люди вещи вытворяют. Типа Ама старец, что ли? Да нет, это да ну. Есть какая-то группа, там вокалистов, по-моему, Александр Шоколай, если я не ошибаюсь. Чумовейший Гролинк у товарища, а группы мощнейший просто Долбик. Как называется, вот не помню даже, честно говоря. Ну, то есть на российской сцене есть довольно достойный выбор? Есть, есть, просто да ну, по-любому есть, 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 есть. А то все, как бы, в основном равняются на драмера из Slipknot, там, типа вот. Ну, не знаю, ну тоже хороший товарищ, но фанатами я вот что-то не стал. Какого черта? А сходу можешь вот назвать пять любимых твоих команд? Да? Лэмпов Га, дрем-театр. Ну, может быть, Хангар, это вот бразильские ребята. Что-нибудь из наших, например, ну, тут уже сложнее. Типелых иногда нравится мне, что сочиняют, ну так, иногда несколько там композиций, знаешь. А из тяжелой сцены, собственно, не знаю, так и четырех назвал, да? Ну, пусть пятый будет, так, 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 вот по-любому какого-то... А, ну, барабанщик Майк Манжини сейчас опять же в дрем-театр играет. Вот двое оттуда. Ну, а из более брутальных команд, там, из детовых, из Грайновых? Знаешь, ты хочешь, знаешь, я не скажу, как их зовут, никого. Я слушаю просто, что они мочат, а как их зовут, мне вообще неинтересно. Вот странный, правда? Угу. То есть тебе никогда не нравились ни «Каннибал Корс», ни «Напал»? Нет. Нет. Единственное, наверное, только «Машинхэп» тебя цепляет. Да, кстати. Вот дебютный альбом просто вообще зашел просто вообще на рану. Я согласен с тобой, я сам его с большим удовольствием прослушал. Очень был удивлен. Прям с первой же песни был. Да. Так вот сразу такая заходит и рубит вообще банк. Слушай, а сколько вот сейчас стоят барабанные палочки и вот минимальный набор железа? Это актуальный вопрос такой вот, кстати. Потому что все в основном спрашивают, сколько вот это вот стоит. Вот барабанщик, по-моему, в группе, он больше всех тратится вот на это все. А это точно. Ну вот струны – это понятно. Все тут гитаристы – это струны покупают в основном. Вокалисты, микрофоны, там… Ну да. Ветроотбойники. Вот это вот ерундистика стоит 250 рублей всего. Ну, она ерундистика. Это просы, да, палочки? Ломается быстро. А так и 400 рублей и выше. А у них там какие-то эти… они по-разному там номиналов идут. Тяжелые, легкие… Да. Вот 2B. А что такое 2B? Вот так смотри. Это двойка, размер. Это значит самый толстый. B – это значит бэнд-группа. Ага. Ну, кроме всего, роковые, скажем так. Роковые палочки, да. А есть еще и какие-то не роковые, что ли? Джазовые, они тоненькие, легенькие. Хотя, херня, каждый играет тем, чем ему нравится. Хоть такие вот кувалды, которые меня сейчас не читают. Ну, это, наверное, надо ставить черные пластики там какие-нибудь там. Ты нет, ты нет. Ставишь себе какие-нибудь. Все черные. Ну, вот смотри, это двойные вроде бы. Вроде бы. Ну, так по ним хрен поймешь. Все равно высокий звук учил. Вот это так. Человек говорил, что и специальные пластики для вот таких тяжелых команд, тут они черные. Чтоб удар был сильнее. Ну, если только тебе просто так прет черный цвет, что ты по нему будешь мочить, то, ради бога. То есть, разницы никакой в принципе нет. Да нет, мне вот красный нравится. Я вот просто не купил в свое время. Безеленый. А разноцветное можно поставить? Ничего не изменится. Восприятие точно. Лучше ничего не употреблять, а то будет, наверное, светофор какой-нибудь. Не, ну, это обзор, например. Вот это сабиан, да, вот фирма железо? Ну, сабиан нормальная. Это из чего вообще? Что это? Медь, латуни. Медь, латуни, наверное. Медь, латуни. Вот эти конкретно не знаю. А, это вообще solar, да? Solar, это сабиан. Ага. Ну, вот мне пруд пасти. А это не турецкие? Они там какие? Нет, это вообще, кстати. Погоди, сейчас разу. Погоди. Это у нас... Господи. Швейцария. О, это швейцарские. Да. Во как. Во как. Работают как часы. А вон та, вот дальняя тарелочка. Это что? А это тоже solar, наверное, вот эти два из одного набора. А, ну это вот, да. Ну, у меня все здесь солянка. Вот это Zildjian. Неубиваемая. А, вот они самые такие крепкие, да, Zildjian? Ну, в общем-то, они потолще мне кажется, знаешь, чем все остальные. Хотя эти тоже толстые, но... А вот старые советские тарелки их из чего делали? Из меди? Вот там состав был почти такой же, но там проценты отличались. Одного металла и другого просто. Мягкий был. Можно было случайно выгнать вот из крэша запросто. А по звучанию, вот какие лучше, вот заграничные тарелки, или вот все-таки российские старого образца, которые толстенные вот такие были? Знаешь, Райт, вот у меня был советский. Толстый. Какой-то насыщенный звук у него был. Но его нельзя было бить в крайне, в коем случае прям сразу вмятину оставался. А так, ну, конечно, за импортные лучше. А сколько стоит вот одна тарелочка, допустим? Вот эти я понятия не имею. Вот это вот стоит... Ну, бюджетный вариант, допустим. Вот сколько вот человек? Бюджетный набор будет стоить, ну, больше десяти тысяч, наверное. А, тысяч двенадцать-тринадцать, да, где-то? Ну, где-то так, от десяти там, в зависимости от того, сколько тарелок будет, понимаешь? Например, вот этот набор, мне кажется, тысяч двенадцати стоил, когда-то. А у вас, я смотрю, вообще вот какая-то барабанная установка, гиблар тар. Нет, это рама только. А, это только рама. А сама установка, да, дешевая, хома. А рама вот сколько стоит рама? Ну, у вас, я так понимаю, еще не полная, тут одного крыла нету, да? А, знаешь, это ж как конструктор, собираешь сколько хочешь, да, навешиваешь, чего хочешь. О, как! Это стоит, страшно сказать, блядь. Да? Полтинник оно стоит. Ага. Ну, если полностью... Ну, а вот это, это кламер, да, вот это вот? Клэмп. Клэмп. Вот он, сколько один стоит? Один, а двух с половиной до... Чего-то знает сколько. Офигеть. Да, один зажимчик стоит. Один зажим, две с половиной. Угу. Это минимум. Ну, это все бэушное, а новые стоят еще дороже. Да ладно. Офигеть. Три тысячи так, три, два, три с половиной. Ну, вот эта штука удобная, на нее понавесил все и не паришься. Угу. Не уезжает ничего никуда, вот просто как-то все держится, само собой. Ну, прикольная тема. Прикольная. Прикольная. Бочка у вас, что, Honor, да, там получается у вас? Вот это пластики и у нас. Вот многие люди спрашивают, а зачем вот эта дырка нужна вот бочке? Она разве нужна, эта дырка? Кому так скажу, тебе даже нет. Но в основном всем нужна. Да? Да. Причем зависит от диаметра. Например, вот мне нравится, у такого диаметра звук получается глубже и насыщенней. Поставишь побольше, будет более плоский. Понятно. То есть, а если ее там не будет, то звук остается внутри, получается? Да, она будет звучать как-то, знаешь, более, не знаю. Для джаза, мне кажется, больше пойдет. А, там сильно не колотит, да? Да. Да не колотит, да. Основно. Понятно, блин. Слушай, а как вот научиться человеку, который вот только сел за барабан, вот он побарабанил, побарабанил, а хочет научиться карданом, блин, работать? Берешь, покупаешься кардан. Для начала. Сколько стоит у нас для начала? Сколько? Тысяч 10 больше. ДБУ можно взять и дешевле. И дешевле. Дешевле. Просто нужно фирму выбрать нормально. Ага. А у тебя вот какой кардан? Дай, посмотрю за кардан. Это какой-то безымянный. Безымянный какой-то карданчик там. Какой-то, да. Какой-то вот карданчик. Ну, я не скажу, что он недорогой совсем. Ага. Потому что вот, например, отличается дорогое, дешевле только тем, что сделан из хреновых материалов. Я понял. Если сильно затянуть болт, сорвешь. А вот рабочий какой-то у тебя, прикольный. Рабочий у меня сборный. Он из чего? Из клёна? Лепил сам. Нет, это, короче, Аматевский. Ага. И сделан, черт, я не знаю, из какого дерева, честно говоря. Ну, пришлось его обработать немножко, наклеить наклеечку, поставить пластик Evans. Он звучал, понимаешь? Ну, он как пушка. Ну, он лупит. Да не то слово. Ну, то есть, ты вот карданом прям сразу научился работать. Вот сел за кардан и всё, и попёл, да? Да ты знаешь, да. Просто с медленного начинать надо. Просто некоторые люди путаются. А зачем-то, типа, тогда хэд нужен, если тут всё внимание на кардан переключаешь. Как? Ну, ездишь две руки и две ноги, собственно. И голова бы желать. Короче, должны работать две половины мозга. И с одной уже никак не справляешься. А с одной нет, это инвалид человек. Ну, что? Ну, поиграй что-нибудь. Очень хочется послушать, как ты там лупишь это всё. Ну, и коротенько так, да? Ну, да, там. На сильную долю просто. Да. Что ты хочешь пожелать молодым барабанщикам? Занимайтесь больше. Занимайтесь ровно под метроном. И всё, и вперёд. Понятно. Всё, покупайте качественные вещи. Дешёвку старайтесь не покупать. быстро ломается, играть не интересно, не удобно. И всё, и вперёд с песней. Всё, Лёш, спасибо. Всё, пожалуйста. Продолжайте заниматься.